Здравствуйте, друзья! Что если у Земли будет две Луны? Многие планеты Солнечной системы могут похвастаться спутниками. На самом деле, не повезло только Меркурию и Венере. А вот возле Юпитера вращается целых 79 лун. Старается не отставать и Сатурн с семейством из 62-х спутников. Землю уже давно сопровождает наша прекрасная Луна. Но что произойдет с планетой, если появится еще один спутник? Разве можно ожидать чего-то плохого? Представьте, что в ночном небе наблюдается сразу две огромных Луны. А какое полнолуние нас может ожидать? Да, это прекрасно, но не будем забывать, что спутник оказывает влияние на планету. Что произойдет с океаническими приливами? Изменится ли длительность месяцев? Да и нет ли риска того, что спутники могут столкнуться друг с другом? Ну, технически Луна вовсе не одинока. Дело в том, что вокруг Земли вращается небольшой астероид, но он настолько маленький, что его скорее называют квазиспутником. Давайте представим, что речь идет о двух полноценных лунах. Ученые считают, что в далеком прошлом наша планета действительно располагала сразу двумя спутниками. Они появились, когда протопланета марсианского размера врезалась в Землю и разлетелась на мелкие куски, которые могли создать два лунных объекта. Итак, возвращаем вторую Луну. Чего ожидать? Предположим, что второй спутник в ширину вытягивается на тысячу километров и занимает одну треть лунной массы. Установим его на орбиту при такой же удаленности, что и Луна. Сможем ли мы наблюдать сразу два спутника в небе? Конечно, второй будет выглядеть в три раза меньше, но вид все равно впечатляет. Количество спутников увеличилось, поэтому ожидается и рост приливов. Так как новая Луна занимает лишь одну треть массивности теперешней, ее влияние будет меньше. Но их совокупная приливная сила создаст крупные волны. Однако не ожидайте катастрофического цунами, просто серферам будет намного веселее плавать. Второй спутник сможет задержаться на орбите вокруг Земли в течение десятков миллионов лет. Затем наша Луна начнет отдаляться. Это происходит и сейчас со скоростью 4 см в год. И орбита второго спутника нарушится. В итоге обе Луны начнут медленно сближаться, пока не столкнутся. Полагают, что именно это могло произойти более 4 миллиардов лет назад. Обломки от столкновения рухнут на Землю. Но разрушится лишь меньший спутник, чей материал покроет Луну и создаст дополнительный слой твердой коры. Хорошо, давайте теперь представим, что новый спутник по размеру полностью копирует Луну. Установим его на орбиту на половину лунной дистанции от нас. Что изменится? Что ж, новый спутник огромен и находится слишком близко, поэтому сила приливов увеличится в 8 раз. Людям придется переехать из прибрежных районов, потому что вода будет прибывать на 300 метров. Постоянное приливное наводнение сократит пригодную для жизни площадь планеты. Однако, мы все же приспособимся к этой ситуации и сможем насладиться двойной Луной. Причем, первая будет казаться невероятно огромной. Не будем забывать, что фазы будут у каждой Луны, поэтому придется придумать новую систему определения лунных месяцев. Но и в этом сценарии не все гладко. Оба спутника начнут постепенно отдаляться от планеты, пока не столкнутся, послав волну мусора на Землю. Кстати, это было бы крупное разрушение, поэтому волна осколков способна уничтожить жизнь на планете. Зато на орбите снова появится новая Луна. И, возможно, ею будут любоваться следующие организмы, развившиеся из уцелевших форм жизни. Теперь вы знаете, что случится, если у Земли будет две Луны. Автор статьи Юлия Собурова